ОМ НАМО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ ОМ НАМО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ ОМ НАМО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ Сегодня мы продолжаем читать вторую главу Бхагавадгиты И на очереди у нас 44 текст БОГА ИШВАРИЯ ПРАСАКТАНАМ ТАЯ ПАХРИТА ЧЕТАСАМ ВЯВАСАЯТМИКА БУДГИХ САМАДГАУНА ВИДГИЯТЕ Перевод Тем, кто слишком привязан к чувственным удовольствиям и материальному богатству и чей ум из-за этого все время пребывает в заблуждении не хватает решимости посвятить себя преданному служению Верховному Господу Комментарий Шилы Прабхупада Самадхи значит сосредоточенный ум В ведическом словаре Нерукти сказано Тот, чей ум сосредоточен на постижении истинного Высшего Я, пребывает в Самадхи Состояния Самадхи никогда не достигают те, кто стремится к мирским удовольствиям и ослеплен приходящими благами Материальная энергия возводит на пути у таких людей неодолимое препятствие Омагьяна-тимиранда-сягьянан-джана-шалакая чак-шурун-милитаминат-асма-шри-гураве-намаха Шри Чайтанья-ману-биштам стапитаме на буталеи Своям-рупакадамахям дадатисва падантикам Ванча-калпата-рубьяшча-крипа-сингупья-эвача Патита-нам павани-бхио-вайшнаве-бхио-намо-намаха Гаяши Кришна Чайтанья Прабуни-тянанда Шри Адвай-тагададхара Шри Васади-гура-бхакта-вринда Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе Намо-вишну падая, Кришна, Причтхая, Буталеи-шимати, Бхакти, Веданта, Свамини, Тинамине, Намасте, Сарасвати, Деи, Горова, Ни, Прочарине, Нервиша, Шишуне, Ваде, Пашчатя, Де, Шутарине Бога Ишварья Прасакта-нам, Тая-пахри-та-чета-сам, Вявасаятмика, Буддхих, Самадхауна, Видхи-я-те Тем, кто слишком привязан к чувственным удовольствиям и материальному богатству, и чей ум из-за этого все время пребывает в заблуждении, не хватает решимости посвятить себя преданному служению Верховному Господу Итак, вторая глава Бхагавадгиты – это обзор общих идей, которые позже получает в Бхагавадгите развитие И важно понять, в каком контексте появляется этот стих В сороковом стихе говорилось, что тот, кто встал на этот путь, ничего не теряет, и даже маленькое продвижение по нему защищает человека от величайшего вида страха От страха падения в низшую форму жизни То есть говорилось о том, что этот путь беспроигрышен, даже маленький шаг по нему уже дает определенный прогресс В следующем стихе о сороковом говорилось, что идущие этим путем решительные и целеустремлены И у них одна цель – и многоветвист разум тех, кто нерешителен То есть кроме того, что можно сделать один шаг небольшой, можно пойти дальше, можно стать более решительным, иметь такой однонаправленный разум В противном случае какие-то другие мысли, другие цели, другие планы ведут нас с этого пути То есть сороковой стих – это то, что даже один шаг хорошо, сорок первый стих – это вообще-то лучше, больше, чем один шаг Но для этого требуется иметь однонаправленный разум в Ява Сайатмика Будхи Если разум не однонаправленный, если он бахушакха, то есть многоветвистый, много разных планов одновременно у человека в голове То эти разнообразные планы высосут всю энергию, ментальную, всю решимость И человек, вроде бы как занимаясь духовной практикой, на самом деле будет думать о чем-то другом О чем другом? Вот эти вот другие планы и забирают всю ментальную энергию, поэтому невозможно сосредоточиться Итак, это был сорок первый стих И когда вот эти вот другие материальные планы приобретают уже конкретные очертания, тогда идет описание стихов 42-43 Что там говорилось? Людей со скудными знаниями очень привлекает светистый язык Вет, который призывает их совершать различные ведические обряды и ритуалы Чтобы подняться на райские планеты, родиться в богатой и знатной семье, обрести могущество и многое другое Стремясь чувствными удовольствиями, роскошной жизни, такие люди говорят, что нет ничего превыше этого Вот эта вот иллюстрация к предыдущему стиху, где говорилось бахушакха, многоветвистый разум Итак, чему приводит многоветвистый разум? К преследованию различных других материальных целей Эти материальные цели, это что такое? Пределом материальных мечтаний является достижение вот этого высочайшего комфорта и чувственного наслаждения, то есть райские планеты Таким образом, разум может быть в Яосаятмико Будхе, направлен прямо на бога А если нет, тогда он будет бахушакха, многоветвистый Многоветвистый означает, что вот эти материальные цели уводят нас с этого духовного пути И в лучшем случае, если человек по-прежнему остается благочестивым, следует духовной практике Тогда вот, он достигает райских планет 42-43 стихи, да, описываются А вот теперь наш сегодняшний стих в этом контексте, чтобы было понятно И вот теперь тем, кто слишком привязан к чувствным удовольствиям материального богатства И те, чей ум из-за этого все время пребывает в заблуждениях И ему не хватает решимости посвятить себя преданному служению Верховному Господу То есть, это некий итог То есть, вот эти вот райские наслаждения, которые являются целью многих материалистов Они приводят ум в такое состояние, что он не способен концентрироваться на высшей духовной цели Потому что райские планеты, это богатство, это чувственное наслаждение И поэтому, если говорится, те, кто привязаны к этим богатствам, которые находятся в раю И к чувствным наслаждениям, как же они сосредоточатся на чем-то духовном? Это невозможно Потому что это взаимоисключающие программы Это как раз и есть то, о чем говорилось в 41 стихе Что либо у тебя в Евасаятмика Будхе однонаправленный разум К духовной цели ты стремишься Либо он не однонаправленный, а наоборот вот такой многоветвистый Когда много разных целей, много разных желаний И по каждому из этих каналов, по каждому из этих желаний Утекает какая-то определенная энергия И как же в таком состоянии человек может заниматься какой-то медитацией на Верховную Личность Бога? Это невозможно Поэтому здесь Кришна рисует Арджуне на различные перспективы Что в целом, в целом, даже один маленький шаг по этому пути, это уже хорошо Дальше, говорит, но лучше, когда человек преисполнен с решимостью по этому пути Потому что в противном случае, если нет, то вот эти вот другие желания уйдут в разные другие сферы Куда? Ну, в лучшем случае, на райские планеты И там что? Бога Айшварья Бога – чувство наслаждения Айшварья – богатство И что происходит? Бога Айшварья Прасактана Майя Пахрита Четасам То есть Четаса, ум человека, оказывается буквально украден иллюзией Майя Пахрита Похищен иллюзией То есть я пытаюсь медитировать на Кришну, но я чувствую, что ум куда-то убежал Майя похитила его В какой форме майя? В форме материального богатства и всевозможных чувственных наслаждений И поэтому получается, что мой ум не квалифицирован заниматься медитацией на Верховную Личность Бога То есть вот весь расклад, вот весь как бы спектр возможностей Тут еще не говорится о том, что можно вниз куда-то улететь, так сказать, похуже на какие-то места Но как вариант позже мы об этом тоже узнаем Но здесь говорится хотя бы о таких возможностях Либо жизнь в раю, где чувственное наслаждение, богатство отвлекают живое существо Либо такая твердая решимость, которая ведет человека по духовному пути И совершенно очевидно, что эту решимость, ее так просто не купишь Это вещи, которые человек должен выстрадать Вот допустим, мы знаем, что тот же Аджамила знал о духовной цели жизни В самом начале, по молодости он родился в брахманической семье Но не хватило ему чувственного наслаждения И эта программа полностью захватила этого человека Увела его полностью с этого пути на многие-многие годы И лишь на последнем этапе жизни Господь проявил к нему милость И он вспомнил о высшей цели жизни И уже последний этап его жизни был проведен в полнейшей концентрации То есть теперь уже вот это вот отвлечение на материальные чувства наслаждения Больше его уже не беспокоило Потому что он увидел возможную перспективу Он увидел, что вот это чувственное наслаждение Особенно не в раю, где оно заработано хорошей кармой А здесь вот на земле через нарушение законов и так далее Это чревато длительным пребыванием в аду То есть он увидел цену вопроса Он увидел, что вот эти материальные желания Это не просто какая-то безобидная вещь А это то, что может стоить ему серьезного падения И серьезного, долгого, очень дискомфортного состояния в аду И вот этот вот момент, он настолько сильно напугал его Вот он увидел Ямадутов, представителей ада Он увидел Вишнадутов, представителей духовного мира И он сделал единственно правильный выбор То есть порой вот такая вот шоковая терапия нужна для того Чтобы живое существо как-то взялось за ум И вот внутри себя вот эти вот стрелки переключило С материального чувствного наслаждения На духовную практику И здесь есть одно ключевое слово в этом стихе Которое, в общем, показывает нам важный момент Здесь не говорится, что тот, кто привязан к чувствному удовольствию И материальным удовольствиям Здесь говорится, тот, кто слишком привязан То есть слишком, это означает превосходная степень Потому что совсем не иметь ничего, никакого богатства Совсем не иметь никакого чувства наслаждения Так жить никто не может, кроме каких-то аскетов, живущих в лесу То есть какое-то благосостояние, какой-то уровень комфорта Нужен каждому живому существу Но вот здесь говорится, что тот слишком привязан Понимаете? То есть когда эти вещи стали приоритетом Самой главной целью То есть мы знаем, что согласно ведической концепции В человеческой жизни существует вот это Пурушардха Четыре цели Дхарма, Ардха, Кама, Мокша Все они важны, все они имеют свое место Но они выстроены в определенной последовательности Начинается все с исполнения своих обязанностей перед Богом Дхарма Деятельность ради какого-то материального процветания Ардха Благочестиво заработали Ардха Благочестиво потратили Кама То есть какое-то благочестивое чувственное наслаждение Без греха И тогда приходит идея Мокши То есть вот программа развития Но вот это вот то, о чем говорится Здесь слишком привязаны к чувствному наслаждению Означает, что Ардха и Кама Слишком привязаны к материальному богатству Это Ардха и чувствному наслаждению Кама Это означает, что вот вся эта система гармоничного развития человека Дхарма, Ардха, Кама и Мокша В данном случае рушится И рушится она именно из-за того, что слишком То есть ты выполняй свой долг Ты получишь то, что тебе необходимо Но не будь слишком к этому привязан Понимай последовательность и цель Каким образом все должно двигаться Постепенно, постепенно А вот эта вот слишком сильная привязанность Это как раз и есть то, что выбивает всю систему из гармонии И в конце концов становится камнем преткновения На пути развития человека То есть мы знаем, что живое существо Таташтха-шакти, пограничная энергия Находится между двух основных вот таких вот сфер влияния Духовная энергия Антаранга-шакти, внутренняя энергия И материальная энергия Бахиранга-шакти, которая состоит из трех гун материальной природы И живое существо находится под влиянием либо одной, либо другой энергии И вполне естественно, что внешняя энергия, материальная энергия Оттягивает сознание живого существа, его чувства вовне Ведь она внешняя энергия Поэтому она вовне и оттягивает Вот и поэтому живому существу неинтересна внутренняя жизнь Неинтересна духовная жизнь Ему интересны исключительно внешние совершения Так действует внешняя энергия Гуны, как наркани его, тянут в сферу материальной деятельности И поэтому ему страшно и интересно Где сегодня какое-то мероприятие, событие, концерт, фестиваль, ярмарка, распродажа Что-то там еще, где соберутся люди По какому поводу, будет какое-то веселье Это все сфера внешней энергии Вот ему кажется, какие-то книжки читать Какая-то медитация, что-то кому-то поклоняться Господи, тоска зеленая, как вообще этим можно заниматься То есть материальная внешняя энергия Она постоянно внушает нам вот такие вот идеи Что давай, вот она жизнь, веселись со всеми Бери, черпай полной ложкой все это чувственное наслаждение Так предлагается нам жить А что-то там, какое-то пупоглядство Какая-то медитация, что-то еще Это для неудачников вообще Для людей, которые ничего не смогли достичь в этом материальном мире Ты должен быть сильным, ты должен быть победителем в этом материальном мире Ты должен все преодолеть Ты должен быть, как какие-то там, не знаю, чемпионы, герои и так далее Вот образ, модель для современного человека Как нужно жить, как нужно следовать Вот так действует внешняя энергия Она уводит чувства, ум и разум В сферу внешней энергии, внешних свершений Но мы знаем, что несмотря на то, что человеку может действительно прийти какой-то успех Повести может серьезно Вот это все имеет начало и конец Позже в пятой главе Бхагавадгиты Кришна скажет, что вот это вот Что все то чувственное наслаждение, которое мы получаем от контакта чувств с их объектами Оно имеет начало и конец И поэтому разумный человек не обольщается такими вещами Нати шура мати будга Вот потому что ади анта Есть ади начало, есть анта конец Ади анта ванта только вонтия Вот и поэтому в действительности это чувство наслаждения Оно еще дук ха йон на эватэ Оно еще является источником страданий Потому что когда человек получил какой-то вкус От какого-то материального наслаждения Он привязался к этому А потом ситуация пропадает Он лишается этих возможностей наслаждать такие чувства Он начинает страдать Когда у него вообще ничего этого не было Он не наслаждался и не страдал Потом он получил определенное наслаждение сильное Потом эти возможности улетучились Деньги закончились Или человеком с тем они расстались Или просто какие-то возможности пропали Жил он себе там где-то там на юге Теперь его не пускают Он должен там морозить хвост где-нибудь в холодном месте Вот и теперь начинает страдать Как ему было раньше хорошо, как ему теперь плохо То есть вот Эхи сам спарша джа абхога То есть та абхога То наслаждение, которое рождается просто из контакта чувств с объектами Она является на самом деле также источником страданий И она имеет начало и конец Поэтому разумный человек такими вещами не обольщается Но неразумные как раз обольщаются Потому что именно так действует внешняя энергия Она затягивает все их сознание Выводит их в сферу вот этой вот внешней энергии Духовная энергия как раз привлекает нас внутренними вещами Люди, которые слушают духовные лекции Занимаются медитацией Пытаются проникнуть в сферу вот этих вот духовных тайн Эти люди, следует понимать, находятся под влиянием внутренней энергии Потому что их интересуют именно вот эти вот внутренние вещи Но поскольку живое существо является таташтка, шакти, погранична То его может кидать из стороны в сторону То у него духовный интерес есть, то духовного интереса нет Опять материальная энергия им овладела и так далее И что такое овладела материальная энергия? Опять стали привлекательны вот эти темы Бога, Ишваря, Прасакта, Намда То есть опять мне интересно чувственное наслаждение Опять мне интересно вот это вот богатство и прочие вещи Вот и опять же, как мы говорим, отказать человеку в этом нельзя Потому что в этом тоже есть часть решения жизненных задач Вот эти все вещи тоже нужно какую-то свою карму подъесть Но поэтому я говорю ключевое слово здесь – слишком Вот то есть все должно быть в меру Человек получает определенное чувство наслаждения Он получает определенный уровень благосостояния В процессе исполнения своей дхармы И этого должно быть ему достаточно Но когда этого ему недостаточно Когда ему хочется именно слишком больше через край Как вот говорят современные психологи Вы достойны большего Когда человек начинает верить в эту всю концепцию Что нужно больше всего материального Вот тут начинают происходить эти все беды Потому что как раз начинается вот эта вот тема слишком Когда того, что есть недостаточно, хочется больше Вот если мы достойны большего, ну что ж, давайте это больше Также попробуем взять в духовной сфере Почему мы должны просто удовлетворяться какой-то поверхностной духовной верой Почему мы должны удовлетворяться каким-то поверхностным духовным знанием Если мы достойны большего Почему эта фраза «Вы достойны большего», касаясь только материальной сферы Почему не духовной? Ведь может быть мы действительно достойны большего В том числе и в духовной сфере Почему нет? Вот, то есть взять ее просто и применить к другой энергии Вот, и вот это вот ключевой момент Важный момент, каким образом примирить свои естественные материальные потребности Желание иметь какой-то уровень благосостояния И какого-то законного чувственного наслаждения Которое приходит к нам естественно И при этом не потерять концентрацию во время медитации Здесь эти все вещи могут примириться только тогда Когда мы понимаем, что Кришна является гарантом Он является гарантом того, что человеку всегда всего будет хватать У него никогда не будет ни в чем недостатка Но при этом от человека требуется одно условие Он должен быть доволен тем, что приходит само собой Ядричхалабхасамту что? В Бхагавадгите Кришна говорит Ты должен быть доволен тем, что приходит само Он не говорит, у тебя не должно быть вообще денег Он не говорит, что у тебя вообще не должно быть никакого чувственного наслаждения И какое-то преуспевание, и какое-то чувственное наслаждение То, что нам положено по карме, оно будет приходить Но этого не должно быть слишком Потому что когда вот это все слишком Вот тогда ума разу начинает слишком беспокоиться И тогда тема самадхи Какой-то концентрации на духовной жизни Она становится просто нереальной Почему? Человек пытается повторять Харе Кришна, Харе Кришна А в голове у него только мысли вот про это Бога Яшваря Какой-то материальный успех, материальное богатство И Бога, как я буду этим успехом и богатством наслаждаться Понимаете? Постоянные идеи Или даже хотя бы просто на уровне фантазирования Даже если человек понимает, что это все вообще для него нереально У него кармически он не тянет, как говорится На какой-то там размах материальный в плане чувственного наслаждения Все, он начинает просто фантазировать Все, он просто начинает все те вещи, которых нет в реале Он начинает это все просто умом, умом смаковать В общем, от Бхага в этом чувственное наслаждение интересно определяется Как вот это вот Манасасамспаршаджа Манасасасамспаршаджа означает то, что рождается Из вот этих вот ментальных контактов с объектами Когда у меня чего-то нет, но что-то мне очень хочется Я начинаю этот объект, я его как бы запомнил Я его увидел, как бы сфотографировал своей внутренней камерой Вот теперь он в моем внутреннем архиве находится, в моей памяти И теперь я начинаю его, как говорится, внутренне лапать Трогать сам спарша Спарша означает буквально трогать тактильное ощущение Но Манаса при помощи ума Не при помощи вот этой вот поверхностной кожи своих рук А при помощи ума И вот это вот достаточно распространенное упражнение Или естественное занятие для людей Которые себе в жизни многого позволить не могут Они начинают фантазировать, воображать себе какие-то вещи Ментально присваивать какие-то отношения с какими-то людьми Или какие-то вещи Они говорят, тут я мечтаю, я мечтаю об этом Может быть когда-то там моя мечта сбудется Вот это и есть Манасасасамспаршаджа То есть когда я в уме воображаю себя Вот с этим своим объектом чувственного наслаждения Весь его облапал, обтрогал Пообнимал, поцеловал и все остальное Вот это вот и есть чувственное наслаждение на уровне ума И оно дисквалифицирует ум от занятия духовной практикой Почему и говорится, что лучше иметь что-то такое во внешней сфере Ты хочешь что-то? Ну получи это Получил, попробовал, поел, выплюнул, переживал, понял, что все это не совсем то, что надо Иди дальше То есть чтобы ум не был занят этим чувством наслаждения То чувственное наслаждение, которое должно прийти в нашу жизнь Оно приходит к нам, естественно, и мы это переживаем через тело Нет нужды, чтобы в уме все это было То есть ум должен быть свободен Он должен быть инструментом для медитации на верховную личность Бога А сейчас мы живем в мире такой культуры Когда люди в основном наслаждаются на уровне ума Они сидят сутками в интернете перед компьютером, перед своим смартфоном Смотрят, созерцают, думают, мечтают Вот именно на уровне ума все это там облапывают И ум полностью занят этим чувством наслаждения Тебе нужно чувственное наслаждение, ну ты получи его Ты хочешь поесть, поешь Не то, что ты сидишь и в уме своем перебираешь Я в таком ресторане, я в другом ресторане Ты просто пойди, куда тебе позволяют возможности И поешь, или приготовь сам, что хочешь, и успокойся Ум должен быть инструментом для медитации на высшее А когда вот этого нет И люди полностью круглые сутки занимаются вот таким вот Ментальным чувствным наслаждением на уровне ума Какая же тут медитация, какое же тут самадхи То есть получается, что ум полностью занят вообще не тем Поэтому то, что наше приходит к нам То, что наше в свой срок, в нужном объеме приходит И я это получаю, как говорится, в реале А все то, чего я не получаю Вот это я пытаюсь компенсировать За счет этих вот своих ментальных упражнений Это тоже форма медитации, но не на то Это медитация не на Бога А это медитация на вот эти какие-то вожделенные объекты Чувственного наслаждения Которых мне не хватает в жизни Из-за того, что у человека дурная карма Он себе не может что-то позволить Поэтому он смотрит картинки, смотрит кино Он присваивает себе то, что ему не принадлежит Но уровень ума ментально присваивает все эти вещи Медитирует, погружается, все Все, никакой медитации быть не может в таком состоянии ума Поэтому мы знаем, что Это просто уже, знаете, особенности нашей эпохи В былые времена, когда не было всех этих телевизоров, интернетов И тогда мы думаем, как люди вообще жили На самом деле люди жили значительно более счастливо и спокойно Потому что таких беспокойств ума не было, как сейчас у людей Ну, понятное дело, что такие там маньяки, придурки Они были всегда Но не в таком количестве, как сейчас А сейчас именно вот эта вот культура ментального, чувственного наслаждения Она поднялась на какой-то вообще неслыханный абсолютно уровень То есть раньше люди, не имея всего этого Ну, еще сколько там, когда там телевидение появилось В 50-х годах, да, что-то около того То есть еще 100 лет не прошло, как появилось телевидение Люди просто вживую больше общались, читали Как-то, так сказать, проводили время вместе То есть более какая-то такая живая, более естественная, более натуральная жизнь была По мере прогресса всех этих информационных технологий Никто никому больше не нужен У меня свой архив видео, аудио, изображения и так далее Свои какие-то подписки на разные каналы И я полностью во все это погружен Ну, дай бог, если это, как говорится, какие-то достойные источники Какой-то действительно полезной информации Но часто это, к сожалению, не так Вот, и таким образом ум становится практически безнадежным Допустим, когда говорят человеку Человеку, который не осквернен современной культурой Очистить ум достаточно просто Потому что он не сильно осквернен, понимаете Именно потому, что человек не развращен настолько Вот этим вот доступом буквально ко всему Поэтому его осквернение, оно какое-то такое, минимальное, понимаете Вот, но когда современному человеку, который полностью Ум, который заполонен, как вот такая, знаете, большая свалка, помойка Вот, ему чистить ум намного сложнее Потому что там прописалось уже столько всего Вот, поэтому И говорится, что жизнь людей в Кали-Югу коротка А память у них тоже короткая Более того, они неудачливые, они пребывают в постоянном беспокойстве Почему они пребывают в постоянном беспокойстве? Потому что их постоянно бомбардируют каким-то чувственным наслаждением Которое им не полагается по карме Как бы их получается, что их дразнят Их дразнят Им показывают Вот, смотри, как здорово, как интересно, как классно А у тебя этого нет, да? Вот, давай, значит, или больше работы Или займи Иди вон, кредит возьми По три раза в день там звонят из разных банков Вам одобрен кредит, то да и все Это для чего? Для чего? Для того, чтобы поймать меня Сказать, вот, наверняка что-то есть такое Чего в твоей жизни ты себе не можешь позволить А вот возьми у нас кредит Вот, и все у тебя будет хорошо Понимаете? Человек говорит, да-да-да-да Он сам в какое-то добровольное рабство влезает Для того, чтобы исполнить свои материальные желания Так много в наш ум посаджено Вот этих вот семян раздражителей Которые дразнят нас, дразнят нас Давай, вот это, вот это и вот это тебе все надо В действительности живому существу все, что надо, это Бог Но они не знают об этом Нати Ведух, Свардха Гатимхи, Вишну Они не знают, что их высшая Ардха Это поклонение Богу, Вишну Нет такого понимания И поэтому для них Бог, он просто разменен на какие-то другие Менее значимые ценности На которых отражается вот эта вот божественная энергия Майя, Шакти, которая просто обманывает живое существо Вот, и он туда побежал, сюда побежал Оказалось, что он всю жизнь бегал за отражениями Что-то мне понравилось В какое-то место я думаю, что я там буду счастлив В какой-то человек, с которым я думаю, что я буду счастлив Или какая-то вещь, в которой я думаю, что я буду счастлив Если она у меня будет, да? Я накопил, я купил, я сделал, я достиг и так далее И что? Какое-то кратковременное счастье длится Потом я понимаю, что это был какой-то обман На самом деле ничего в этом особенного нет Просто сработала вот эта вот обычная система, да? Что хорошо там, где нас нет Или что на другой стороне трава зеленее Хорошо, я теперь переехал с одной стороны улицы на другую Там, где трава зеленее, как мне казалось раньше Но там какие-то, оказалось, другие есть минусы Которых я раньше не замечал И таким образом сознание живого существа Оказывается обманутым И в этом состоянии постоянно обеспокоенного Возбужденного ума Какая-то медитация Какая-то медитация Ничего, это невозможно Вот поэтому Кришна здесь пока что обрисовывает Арджуне Спектр возможностей Что будет, если ты привяжешь свое сознание к объектам чувств Просто твой ум превратится в такое вот многоветвистое нечто Да, это эти все разные желания, разные планы и проекты Они просто будут растаскивать всю эту вот нашу ментальную энергию И медитация на Верховного Господа, она станет просто невозможной Или ты добьешься состояния в Евасаят Микабудхе До направленного разума Как же его добиться, да? Вот, этот направленный разум Можем получить только от людей, у которых он уже есть То есть люди, которые обладают вот такой большой решимостью Как Друва Махарадж Он прямо вот собрался И полгода ничем не занимался Кроме вот этой вот медитации И он достиг успеха Как вот такой прям его разум Как гиперболоид стал Однонаправленный луч Все, никакие другие идеи его не отвлекали Какое качество, да? Вот, понятное дело, что это так просто невозможно сделать Но мы пытаемся Мы пытаемся хотя бы так, чтобы сегодня моя медитация на Кришну была Хоть чуть-чуть лучше, чем вчера А завтра хоть чуть-чуть лучше, чем сегодня Вот, то есть учитывая, что наши умы полностью Разболтанные, развращенные Вот этими постоянными созерцанием объектов чувствного наслаждения Что мы никогда не думали, что на самом деле это какая-то опасность Да, выяснилось, что для духовной жизни Это серьезное испытание, сложность Вот, мы теперь пытаемся Как говорится, собрать вот эти все Все свои вот эти вот идеи Все свои планы Воедино И пытаемся понять, усвоить эту идею Что если мы достигаем Бога Мы достигаем всего Но если мы достигаем чего угодно Кроме Бога Мы не достигаем ничего Даже если мы на время получили какой-то успех Там-сям Вы стали великим спортсменом Суперзвездой там Суперзвездой здесь Вы победили на выборах Или еще что-то Это временный успех Это временный успех Вот, но если мы достигаем Бога Поскольку Бог включает в себя все То мы достигаем всего Вот это самое важное Поэтому Кришна говорит в Бхагалагите Знающий Меня знает все Привопада приводил пример Если вы поднялись на высший этаж Самый верхний этаж То все остальные этажи уже включены Поэтому какие-то другие цели Они все включены в Бога Но понять это непросто Понять это непросто Потому что не хватает духовного опыта Не хватает духовного вкуса Философски кажется, что все понятно Более или менее А вот в практическом плане Пожертвовать временным чувствным наслаждением Ради вечных отношений с Богом Ради вот этой всей полноты Это философски звучит в принципе просто и понятно Но вот на практике это не так-то легко сделать То есть созреть нужно И поэтому мы об этом регулярно слушаем Слушаем, слушаем, слушаем с разных сторон Под разными ракурсами Разбираем все вот эти вот проблемы Пытаемся как-то вдохновить друг друга Вот это называется Бодхаянтах параспара Мы пытаемся пробудить в друг друге Духовный разум Ссылаясь на разные шасты Приводя разные истории Деляясь вот этим вот духовным каким-то пониманием Осознанием Вот для того, чтобы в конце концов Наш разум созрел для этой жертвы Чтобы мы поняли Что в действительности Мне ничего не нужно кроме Бога Вот А если что-то и нужно Ну вот Как говорится Вот то, что приходит само собой Этого достаточно Этого не должно быть слишком Если это будет слишком много Тогда Прощай медитацию Прощай Кришна Вот Поэтому Все то, что нам необходимо Какое-то преуспевание Какое-то чувство наслаждения Которое полагается нам по карме Это не является проблемой Во втором стихе Шапанишат Говорится, что Тенатэк тенабунжитхамагрихакасатхитхханам Что Нужно принимать ту долю Которая выделяется нам Верховным Господом И такая деятельность Не связывает человека с законом кармы Это не является проблемой Проблема возникает Когда Мы хотим Больше, чем нам полагается Хотя Когда мы хотим слишком всего И поэтому Очень важно понимать Еще раз Как в этом стихе сказано Тот, кто слишком привязан Чувственным удовольствием Материальному богатству И чей ум Из-за этого Именно из-за того, что слишком Да Все время пребывает в заблуждении Не хватает решимости Посвятить себя Преданному служению Верховному Господу Харе Кришна На этом можем остановиться Если есть какие-то вопросы Пожалуйста Людмила Вижу вашу руку Включайте микрофон Харе Кришна Харе Кришна Чувственным Например, смотришь Как преданный Поехал куда-то И хочется тоже поехать Тоже туда же И какие-то такие моменты И вот с возрастом Вот эти чувственные Они все равно Не отпускают Вот мы 50 В этом году 51 И то есть вот это считается Вот говорится Что в этом возрасте В этом возрасте Уже надо переходить Возраст Не поможет Но как-то хочется Потому что Всех И как-то Лучше им хочется Как это с возрастом Вот нужно в себе Это вот говорить Себе Как просить Большую Парик Кришну Возраст Ванапрастхи И так далее Условно Условно называется 50 лет После 50 Условно Вот Но Некоторые люди Созревают К этому времени Некоторые даже Раньше созревают А некоторые Не созревают Понимаете Поэтому Если человек Живет полноценной Жизнью До этого Полноценной И правильной Полноценной И правильной То есть Правильная Означает Что он сочетает И духовная И материальная Вот Тогда Как правило К этому возрасту Плюс-минус Там какое-то Количество лет Он созревает И тогда для него Вот этот аскетизм Становится уже естественным Если человек Жил Как-то так В нужде Или неправильно Или наоборот Не хватало ему Духовности И слишком Он сильно был Покружен Чувствами Наслаждения То ему тяжело Остановиться Даже в 50 И в 60 Понимаете Вот Поэтому Ведическая Концепция Она же Научная То есть Она не требует От нас Мгновенно Все бросить Прекрасно Понимая Что какие-то У нас есть Материальные Потребности Поэтому Греха с хашем Позволяет Человеку Некое Такое Синтетическое Компромиссное Существование Когда он получает Можно сказать Лучшее из обоих Миров Он и духовно Может как-то там Прогрессировать Может не очень быстро Но тем не менее Вот И получать То что ему необходимо В материальном плане И тогда Есть шанс Что он К этому возрасту Опять же Плюс-минус Там у всех Индивидуальная Особенность Он созреет Но если Либо Какая-то Нужда Была Сильная Вот Либо Наоборот Слишком много Всего было А духовного Мало Тогда Человеку У того Кого нужда Была Ему кажется Что он Не получил Свою в жизни Поэтому Нет-нет 50 еще рано Еще лет 10 Попробуем Что-нибудь Добыть В этом Материальном мире Вот А если Слишком много Этого Всего Было Он Настолько Разогнался Под влиянием Этой Всей Инертой Что И остановиться Не может Понимаете Вот Поэтому Благостные Тенденции Означают Способность Уравновешивать И знать Чувство Меры Вот Тогда Уже К 50 К 60 Годам У человека Вот эти Вот Естественные Тормоза Ему Уже Самому Не хочется Жить Так Как Он Жил Раньше У него Уже Потребность Сменить Режим Понимаете А если Все было Не совсем Правильно То Как правило Этого Не происходит И получается Что вроде Как уже Формально Возраст Вонапрасхи Вот По своей Внутренней Зрелости Человек Продолжает Жить Как Жил Ну а Что касается Вот этой Вот темы Для детей Ну это Бесконечно Потому что Сначала Дети Вот Потом Внуки И так далее Это Бесконечность Особенно Женщины Этой темой Болеют Вот Потому что Ну понятно Что роль Бабушки Да Она какая-то Такая Но Очень часто Люди Становятся Жертвами Потому что Дети У которых Появились Значит Внуки Они имеют Тенденцию Этих Внуков На бабушек На дедушек Скидывать И сами Куда-то там Так сказать Исчезать На некоторое Время Да Вот Отдыхать И это Достаточно Популярная Модель Поведения Которая В принципе Достаточно Порочно Вот Потому что Передача Ответственности Это не совсем То что надо Ну По меньшей мере Я не знаю Я родился Я поздний Ребенок Я когда родился Уже никаких Дедушек И бабушек Моих В помине Не было Вот Поэтому Меня Никому Не передавали Вот Ну Может быть Это чисто Моя Моё Понимание Но Если мы Встали Вот на Эту стезю Что Ты отработал Как отец Мать Теперь Ты становишься Бабушкой Или дедушкой То Это Путь В никуда Это Безнадёжный Путь Понимаете Вот Потому что Всё-таки Старость Предназначена Для другого А не для того Чтобы там Заменять Маму Или папу Это Несерьёзно Это Это уже Чисто Вот такие Вот Скажем так Особенности Современной Цивилизации Которая Лишена Понимание Духовной Цели Что Если ты не смог В течение жизни Погрузиться В духовное Ну хотя бы Так сказать Хотя бы Ближе к концу Жизни Хотя бы А когда тебе Вместо этого Кидают Внуков И говорят Давай Ну знаете Как бы Чисто логически Вроде бы Это всё Оправдано И понятно Тогда можно Смело забыть Про духовную жизнь Потому что Вы опять Впадёте в детство Опять начнётся Всё то же самое Что было Со своими детьми С внуками И так до бесконечности Всё что вы написали В чате Попадает на экран Поэтому лучше не писать Александр Тихо вас слышно Чуть громче Можете говорить Потом После того Открылся Вот этот Занавес Перестройка Сюда Хлынул Поток Вот этой Информации Причём Всё вместе И у меня У меня в детство Такое было Что всё И то То что нельзя Здесь Это как некие Такие артефакты В нашем Уме Живут Но Мы можем Просто-напросто Изменить Качество Своего сознания То есть Представьте себе Что Вот Допустим На тёмном небе На тёмном небе Хорошо видны Звёзды Луна Да На тёмном небе А вот Когда Днём Светло Ясное Небо Звёзды Луна Они же там По-прежнему Есть Есть Но они Не видны Правильно Почему Потому что Солнце Сильное То есть Допустим Ночью Солнце Мы не видим В небе Оно есть Но оно С другой стороны Поэтому мы Не видим Да Вот И так Получается Что Ночью Солнца В небе Мы не видим Поэтому мы Хорошо видим Вот эти Все звёзды И луну А днём Благодаря Силе Солнца Хотя Луна И звёзды По-прежнему Там Мы их Не видим Вот То же Самое То есть Мы не можем Убрать Звёзды И луну Это не в наших Силах Но Мы можем Сделать так Чтобы было Больше солнца Понимаете Вот Поэтому Бороться Со всеми Этими Самскарами Смысла Нет Кришна Нигде Не говорит Борись С Май Везде Говорится Прибавь Кришну Кришну Прибавь То есть Больше солнца Вот И Чем больше Будет Духовного В нашей Жизни Это тоже Самскары Но Самскары Светлые Самскары Позитивные Самскары Перекрывающие Понимаете Вот Поэтому Весь этот Вот Так называемые Звёзды Всё то Чего мы Нахватались В детстве В юности Будучи Неразборчивыми И так далее Движимые Всякими Там Глупыми Чувственными Наслаждениями Вот Это Попало В живом Всё Это так Просто Не Как Вот Ну не знаю Там Это уже Прилипло Кому Да Вот Но Всё что мы Можем Это Добавить Больше Кришны Вот И тогда Под влиянием Этого Света Больше Кришны Тогда Будет Меньше Ощучаться Все Вот эти Вещи Другого Варианта Для нас Не существует Ну и Мы продолжаем Очищаться И постепенно Постепенно Эти вещи Они стираются Из памяти Постепенно Стираются Но Те вещи Которые Глубоко Прописались Они Долго С нами Могут Находиться Ещё Какие-то Вопросы Ишана Права Пожалуйста Олег Кришна Вопрос О Решимости Сосредоточенности Вот Кругом Ухараджи У него Было Там Как бы Сильное Желание Он Смог Там Всего Трешиться Хотя Оно Было Не совсем Духовное И Вот Когда Люди Предаются В сознании Кришны Они По разным Причинам Допустим Когда Беда Сильная Человек С решимостью Предается Но Потом Как бы Ну Вот Вступает Вот Это Освобождение Ну Проходит Это Состояние Как бы Он Добивается Этого И Потом Откуда Ему Брать Решимость Если Сознание Такое Что На самом деле Ну Невозможно Достичь Кришну Что Это Род Невозможно Вот Такое Состоять Решимость 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 Нам Предают Цели Когда Появляется Какая-то Конкретная Цель Цель Должна Быть Вполне Достижимая Допустим Достичь Кришну Сразу Понятное Дело Невозможно Но Мы знаем Что На пути К этой Цели Есть Ряд Задач Такие Задачи Как Допустим Развитие Гунной Благости Урегулирование Своей Жизни И так далее То есть Это Вполне Такая Ощутимая Вполне Реалистичная Задача И когда Мы достигаем Ее Теперь Появляется Новая Задача Еще Более Высокая Вот И поэтому Решимость Появляется Тогда Когда Есть Какая-то Задача И все Ремя Нас На каких-то Разных Этапах Мотивирует Сначала Нужно Допустим Говорит Хорошо Законишь Школу Потом Поступи В институт Потом Закончи Институт Потом Найди Хорошую Работу Или Создай Хорошую Семью То есть На каждом Этапе Жизни Какие-то Задачи Есть Вот Эти Задачи Вполне Достижимы Вполне Реальны Именно Эти Задачи И цели Опитают Решимость Понимаете Именно Они Вот Если У нас Только Кришна И все А Кришна Настолько Высок И Труднодостижим Ну Как-то Получается Что Первый этаж И последний Есть А лестницы Нет Вот Поэтому Вот Это Вот Определенные Задачи Которые Сопровождают Нас На пути Обратно К Богу Они Питают Решимость И Чем Более Они Реалистичны Чем Они Менее Фантастичны Вот Тем Лучше Потому Что Я понимаю Это Возможно Если Я поставил Ся Какую-то Абсолютно Нереальную Задачу Тогда Будет Сложновато Но Мы Знаем Что Наша Цель Она Такая Действительно За Пределами Этого Мира Лежит Но Ступенечки Промежуточные Задачи Ведущие К этому Пути Они Должны Быть Вполне Реальными Ощутимыми И Когда Я Понимаю Что Это Реально Для Меня Достичь Вот Это И Питает Моя Решимость Просто Такая Уверенность Наступает Что Только По Милости Кришны Милость Но Мы Сейчас Говорим Не Об Этому Потому Что Мы Не Можем Контролировать Милость Кришны Все Что Мы Можем Контролировать Это Свои Какие То Усилия Милость Кришны Это Само Собой Это Самый Главный Фактор Но Как Она Придет Эта Милость Мы Читаем Багавадгита Там По Мому 264 265 Говорится Что На Тех Кто Избавился От всех Привязанностей Антипатий И Научился Контролировать Чувства При помощи Регулирующих Принципов Собода На него Нисходит Милость Господа Вот С них О том Как Именно Милость Нисходит Вы Говорите Милость Милость Да Я Согласен Это Решающий Фактор Но Прежде Чем Эта Милость Придет Мы Со Своей Сторон Тоже Должны Постараться И Поэтому Решение Промежуточных Задач Это Хороший Способ Привлечь Милость Кришна Привлечь Его Внимание К себе Давайте Последний Вопрос Гупал Чандра Пока Микрофон У вас Не Включился Да Да Если Допустим Какие-то Шривоползания Ну Невозможно В Материальном Пламе То Господь Жи Тоже Может Пролить Эту Милость Чтобы Как-то Они Исполнились Может Быть В Будущем Следующей Жизни Может Быть Во сне Они Как-то Должны Здесь Несколько Вариантов Может Быть Другой Махараджи У него Говорите 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 Говорю Другой Махараджи У него Допустим Была Цель Стать Вышку Брат Ноги Господь Ему Дав Это Пережить Потом Спокойно Уже Высшую Милость Да Здесь Здесь Надо Понимать Что Карма У всех Разная Поэтому У кого-то Желание Может Осуществиться В этой Жизни У кого-то Следующий У кого-то Во сне Может быть А у кого-то Может К нему Прийти Такое Понимание Что Через Какое-то Долгое Время Ожидание Что Он Просто Эту Идею Как бы Уже Спишет Со счетов Вдруг Она Почему-то Перестанет Быть Актуальной Такое Тоже Может Быть Что Вот Сейчас Мне Это Кажется Ну Просто Абсолютно Необходимо Без Этого Просто Невозможно Жить Но Этого Нет 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 А Потом Проходят Какие-то Годы Я Вдруг Начинаю Понимать Что На самом Деле Мне Спасибо Я прошу прощения Нам нужно Заканчивать Потому что У меня тут Еще есть Одно Дело Надо Успеть Я завтра Уезжаю Тут Кучка Мелких Дел Поэтому На этом Закончим Шимат Бхагавадгита Ки Джай Шила Прабхупада Ки Джай Харе Кришна